Мои дорогие друзья, как у вас у всех дела? Надеюсь, у вас у всех все хорошо. Благодаря богослетиям Шри Ни Тай Гоуранге, Благодаря богослетиям Шри Ни Тай Гоуранге, Они учат нас, что принимать, а от того отказываться. Это очень важно. Большое время мы совершаем ошибки в жизни. Мы отказываемся от того, что мы должны принять. То, что очень важно для нас. Поэтому при принятии отказы очень важны в защите. Мы должны осторожно и внимательно к этому относиться. Мы должны принимать. Мы должны понимать что-то легко и легкомысленно. При тем, как что-то понимать, мы должны проверить. Мы должны убедиться, что это такое. Насколько это благоприятно для нас. Мы должны очень четко знать об этом. И тогда мы должны что-то принимать. И то же самое мы должны делать в то время, когда от чего-то отказываемся. Мы начинаем сокрушаться. О, это моя ошибка. Я должен был принять это. Но уже поздно становится. Было мало времени, чтобы прояснить. Перед тем, как принять или от чего-то отказываться, очень внимательно думайте об этом. Насколько важно. И тогда мы можем принять что-то или от чего-то отказаться. Мои дорогие друзья. Это происходит с нами в нашем окружении, общении. Мы принимаем, мы с кем-то общаемся из людей, кто в действительности не является благотворным общением для нас. Но из-за их внешнего, временного поведения, поскольку их природа, она кажется сладкой, нежной. Но она, это временно на самом деле. И мы совершаем ошибку, что мы привлекаемся таким сладким, приятным общением. И мы отказываемся от тех людей, которые в действительности очень важны в общении для нас. Поэтому шесть Госвами и в большей степени Нартам Дастакуру вновь и вновь. Все они напоминают нам об этом. Выбирайте общение очень тщательно и внимательно. Мы должны общаться с великими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Если мы что-то хотим сделать хорошее для нашей жизни, тогда мы должны очень тщательно и внимательно выбирать свое общение. Все эти люди, у которых, у которых, у которых возвышенное духовное сознание, бхакты, вайшнавы, садху, которые являются благожелателями для нашей жизни, Мы общаемся с ними не для их блага. Мы должны выбирать общение для своего блага. И Нартам Дастакур приходит пример. Если вы общаетесь с собакой, Если вы отправитесь в ту комнату, в которой живет собака, там, где ее будка, вы обнаружите поломанные кости. Но если вы пойдете в пещеру, где живет лев, то, может быть, вы обнаружите очень редкую кость слона, которая бесценна. Это как пример приводится, но это правда. От общения с приеданами, с вайшнавами, мы можем получить эту бесценную, эту бесценную часть, как от слона, редчайшая кость. И эта ценная вещь, это кришна бхакти. Мои дорогие друзья, принятие и отказ, оба важны в нашей жизни. Благодаря этим двумя, мы можем как возвыситься, так и опуститься. Если наше принятие мы можем возвыситься. Если нет, тогда мы можем опуститься вниз. Мои дорогие друзья, мы должны следовать этого пути по стопам наших предыдущих ачарий. это будет очень благоприятно для нас. Что они совершили в своей жизни, что, о чем они советуют нам, все это для нашего благополучия. Все их советы для нашего благополучия, не для нашей славы, почета, не для ожидания своего почета. И поэтому мы сейчас получаем величайшее благо, слушая их советы и наставления, как мы это делаем из Рай Рамананда Самад. То, что Рай Рамананда описывает в Шри Кристочитане Махаправу. Я приношу извинения. Вчера я не смог продолжить свое служение, поскольку случился несчастный случай. Один из потомков Нитянанды, Шимананда Прабху, он ушел из мира. Он вошел в Нитя Лилу. Я участвовал в этих последних ритуалах, поэтому я не мог продолжить свое служение. Мои дорогие друзья, сейчас мы продолжим нашу отцу. Рай Рамананда Самад. Рамананда Рой описывает о настроении Чинта, беспокойства. Вчера, по последний день, он описывал о ситуации, которая возникает в этом настроении, у Шримати Ардрани. И это было во время Пурвараги, во время первой встречи. И это не только происходит со Шримати Ардрани. В этом описании мы знаем, поскольку в этой любви, в Шримати Ардрани, она не способна контролировать себя в этом состоянии любви. все моменты. Она погружена во все воспоминания, связанные с Кришной. Она не обращает внимания на поддержание своей жизни, на принятие пищи. Она поддерживает свою жизнь, как ягиня, саньясиня. Ее брови окаменели, они не движутся. И что случилось с Кришной? В этом состоянии Пурвараги, Пурвараги, Пурнамаси Деви, она созерцает эту лилу, поскольку, поскольку внешне она увидела это. В вечном положении она все знает, поэтому она здесь присутствует. То же самое происходит с Кришной. Кришна привлекся, привлекся в Шримати Радарани. И Он уже выяснил для себя, Он сказал Субалу и Шридану, О Шридану, О Субалу. Сейчас я нахожусь в тяжелом положении. Что случилось? Сейчас у меня нет желания больше отправляться с Вами, со всеми моими друзьями. Сейчас для меня лучшее время оставаться одному и думать о них. О КОМ? О КОМ? О КОМ? О КОМ КРИШНА? ЧТО НЕ ВИДИТИН КОМ? Orlando они были на берегу этого озера да мы также там были да мой ум и глаза были помещены в один угол я смотрел на каждого но мои глаза автоматически устремлялись в одном направлении в каком же особо я говорю о всех них он же кришна сувал среда они они немножко они немножко старше кришна сувал и среда они поняли о чем кришна будет сказать но они хотели услышать это лично от кришны о это они все были в одной группе они все находились в одном месте этого берега о кришна озеро было же круглым и каждый угол озера является одним местом у него нет опреного угла и всюду и везде надо надо махараш стоял и вокруг него стояли все пожилые люди вы стояли все стояли наши друзья каждый каждый стоял с группами кришна скажи нам пожалуйста а какой грубит и упоминаешь о особо это браджа гобби ты знаешь что случилось после этого дня в тот день когда я смотрел на них они не смотрели на меня напрямую они смотрели на меня уловками и ты знаешь я чувствовал что они хотят сказать что это своими взглядами о чем они хотели мне сказать я не мог понять я не знал но что-то случилось они встретили и 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 в тот день они смотрели на меня с чувством застенчивости смущение хорошо хорошо что же кришна с тобой суббал после этого дня ты знаешь в этом обеспокоенном уме в этом беспокойстве я не знал что случилось но их лица постоянно представь их лица постоянно появлялись даже когда у меня были открыты глаза когда я видел перед собой вас судала особо логичи дома но мои глаза но перед моими глазами было видение только их лиц их лиц это правда кришна а 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 но одно особое лицо она проникла мне в сердце что а а а а а а Как доктор, Среддам и Судам, они сказали Кришне, они обратились к Нему, как доктора. О, Кришна, это большая болезнь, ты заболел. Ты очень болен, ты должен быть внимателен к этому, было бы хорошо, чтобы эта болезнь оставила тебя. Нет, нет, вы знаете, это мне доставляет большое удовольствие, я наслаждаюсь, ты наслаждаешься, Кришна? Это значит, ты не радуешься нашему общению, общению с друзьями. Это неприятно, может быть, но это правда, Субал. Сейчас все моменты, я хотел бы только этим, только в этом состоянии проводить. И это состояние известно как према-рога, это состояние любви. Это правда? Да, Кришна, сказал Субал. Такое у тебя состояние. И твоя любовь направлена на нее, на ту, кто устремилась в твое сердце. И они подтвердили, Субал и Сридам, они подтвердили, что ты, Кришна, влюбился, и ты влюбился в ту, кто вошла в твое сердце. И это Шримати Ардрани. Кришна, сейчас в действительности не испытывает уже прежде, как прежде наслаждение с друзьями. Да, он с ними отправляется в лес, но сейчас он играет уже с друзьями, так как раньше. Да, все друзья, они играют в Сридам, Субал. Они смотрят, как Кришна проводит время в воспоминаниях, в этих сладких воспоминаниях. Кришна говорит, что перед озером они собрались. И он думает о них, в большей степени он смотрит на озеро. Но там не было отображения Кришны, там было отображение Шримати Ардрани. То же самое, то, что случилось со Шримати Ардрани, то же самое происходит и с Кришной. Это же состояние. И в Порномасе она смотрит на Кришну. И она удивляется. Она знает обо всем этом. Но внешне она не показывает признаки. Субтитры создавал DimaTorzok. Что случилось с Кришной? Его брови окаменели. Они не движутся. Подобно тому, что они ищут, выискивают что-то. О, у него изо рта выходит горячий воздух из его носа. Да, я чувствую это. Потому что его гирлянда, она очень мягкая. И из этого горячего воздуха, исходящего из носа, гирлянда движется. Цветы не дают, не издают аромат, поскольку нет, не ощущается улыбка на лице Кришны. И что же Кришна выискивает? О чем он думает? О ком он думает? Может быть, он вручил себя кому-то. Но кто же эта девушка? Она в действительности очень удачлива. Что она может Кришну так контролировать ее, что Кришна медитирует на нее? Кришна медитирует. Кришна думает о ней. Кришна беспокоится о ней. Может быть, он хочет встретиться с ней. Может быть, Кришна хочет встретиться с ней. Но перед ним нет никакой возможности с ней встретиться. Поэтому эти размышления о возможности встретиться с ней. И сейчас я могу почувствовать, кто эта девушка. Я знаю, кто эта девушка. Потому что я видел ее в такой же ситуации в Сильмате Ардоране. Да? Да. Она эта удачливая девушка в этой Гакуле. Да, в Сильмате Ардоране. Она очень-очень удачлива. И она совершенно. О, Кришна. Она совершенно именно для Кришны. Я знаю. Оба. Каждый из них. Они предназначены друг для друга. Они очень счастливы. И если они будут очень счастливы, если я организую их встречу. Это было бы лучше, чтобы организовать их встречу. Кришна. Не только Шримати Ардоране. Не только она находится в этой ситуации, в этой состоянии любви к Кришне. 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 Кто знает, как достать удовольствие своим возлюбленным? Он очень опытен в этом. Он очень опытен в этом И в большей степени Находится под контролем своих возлюбий И это обычное дело Такое же состояние Пурвараги возникает и у Кришны И Раманандарой Описывает Это состояние Пурвараги И в Срикришна Чайтанья Прабху Он улыбается Он улыбается с обеих сторон Как в Сирмате Ардрани и как Кришна Поскольку оба присутствуют Оба присутствуют в Гаврангам Махапрабху Они имеют единство Сейчас эти воспоминания Этой Пурвараги Доставляют ему удовольствие И вызывают улыбку Очень приятные воспоминания И в Срикришна Чайтанья Прабху улыбается Воспоминает Все эти положения Пурвараги Которые испытывает Шримати Ардрани Которые Кришна испытывает И Раманандарай продолжает Описание Описание В Срикришне В Срикришне В Срикришне В Срикришне В Срикришне В Срикришне Сейчас Сейчас ситуация В которой В той ситуации Которая противоположная Против И это происходит Срикришне И Чандравли Между ними Нандимуки, которая очень близка к Шима-Чердрани, она описывает историю Порномасидевы. Нандимуки описывает, что случилось в Чандраваре. Она говорит, ты знаешь о Порномаси? Ты знаешь, что случилось? Чандравари и Шима-Чердрани, они примерно одного возраста. Когда они были маленькими, они были в разных группах. Но когда они подросли, в большей степени Шима-Чердрани, в своем настроении, когда она подросла, ее красота стала всюду распространяться. Это подобно прекрасному аромату, который всюду распространяется, исходящему от прекрасного цветка. ее губы, глаза, ее грудь. Глаза, все. Все части ее тела были подобны. Очень искусно Бхагаван создал это. И это стало всюду распространяться, подобно аромату, исходящего от цветка. Но это было не приятно видеть и слышать. Кто такое Падма? Падма — это одно из имен Чандравари. Также у Чандравари есть ближайшая спутница, подруга Падма. Но здесь имя Падма упоминается как имя Чандравари. И знаете, что случилось? Как? Как? Кумудини. Кумудини. Лилии они цветут, распускаются ночью, поскольку это связано с лунным лучом. Когда они распускаются, лотос закрывается, лепестки сжимаются. И они не рады это видеть, поскольку лотос раскрывается днем. Он связан с солнечными лучами. Но красота в Шрима-Чардаране очень нежна и мягка. И она связана с луной. Как он начинает цвести? Лотос, он сжимается. И кто в это время не... Несчастен. Это пчелы. Шмели. Поскольку если лотос закрывается, они не смогут выйти, они не могут войти внутрь и пить мед. Лепестков лотоса. И сейчас у Брамары, Чандравали, он подобен этому. Посмотрев на красоту Шрима-Тираране. Поскольку ее красота подобна Кумудини, лотосу. И она связана с Чандрой, с Кришной Чандрой. Когда Кришна здесь, тогда красота в Шрима-Тираране становится более яркой, чем раньше. Она распускается еще больше. И это было неприятно и болезненно для Чандравали. Если Шрима-Тираране настолько прекрасно и может привлечь ум Кришны, тогда она будет контролировать Кришну. Но не Чандравали. И ее ум подобно этой пчеле, которая связана с медом, берущим из лотоса. Но сейчас лотос закрыт. Сейчас они не могут. То же самое произошло с Чандравали в другое время. Лолита Саки. Близкая Саки, подруга Шрима-Тираране. Лолита Ивишаки и Лолита Саки. Которая всегда хочет, чтобы Шрима-Тираране была лучшей. Которая всегда желает победы в Шрима-Тираране. Поэтому Лолита Саки обучила одного попугая. Говорить кое-что перед Чандравали. Этот попугай должен был прославлять Шрима-Тираране. И таким образом Лолита Саки обучила попугая. И тогда она выпустила попугая. И этот попугай отправился в Кунжу. В Кунжу-Чандравали. Он сел на ветку дерева. И стал петь. Рады, рады, рады. Рады, рады, рады. Чандравали посмотрела на него. Она подумала. О, это попугай Шрима-Тираране. Почему он здесь? Почему он здесь? Но если это попугай Шрима-Тираране. Если это попугай Шрима-Тираране. Тогда он должен быть с ней. Это, наверное, какой-то обычный попугай, который прилетел из леса. Но она говорит что-то, поет что-то. И что же это? Что же этот попугай сказал? Она начала говорить. О, Чандравали. Увидев тебя, я почувствовал, что ты о чем-то беспокойся. Но не беспокойся. Не беспокойся, не огорчайся. Я знаю, что с тобой случилось. Потому что Кришна отбрался к Шрима-Тираране. Ты так же прекрасно и красиво. Но посмотри, Шрима-Тираране более прекрасно и красиво, чем ты. И Кришна? Он в действительности очень любит Шрима-Тираране. Что ты можешь поделать? Ты просто разращиваешь время в таких беспокойствах. Потому что Кришна уже находится под контролем Шрима-Тираране. Что бы она не сказала в Шрима-Тираране, Кришна будет это делать. И ты знаешь, Чандравали? Даже астролог по Джотир-Веде, они знают также это, что во время новой луны, во время новолуния, во время Кришна-Пакши звезды более яркие, чем луна. В это время ты можешь увидеть, что звезды очень яркие. И это Кришна-Пакша. Кришна-Пакша? Кришна-Пакша значит... Кришна-Пакша это время, когда луну не видно, но здесь Кришна-Пакша находится на стороне Кришны. Тара-Балавати, тара значит звезды, очень яркие звезды, более яркие, чем луна в это время. И это правда, поскольку в это время нет луны и только звезды на небе. И тогда в это время звезды очень сильные, яркие. Но здесь, это одно из имен Радхарани, тара. На стороне Кришны, тара Шримати Радхарани, она очень могущественна. Поэтому не растрачивай свое время, поскольку астролог, астрологи, мудрые люди, астрологи, они всегда знают правду. Почему ты так огорчаешься и тратишь свое время об этом? Это уже предопределено. Тара значит Шримати Радхарани, она могущественна для Кришны. Поэтому не трать свое время. Чтобы вернуть Кришну обратно и выкрасть его от Шримати Радхарани. Что Чандравли может на это ответить? Поскольку это правда, она в действительности и беспокоится об этом. Кришна в действительности не идет к ней. И сейчас в Наванураг. Кришна находится под контролем Шримати Радхарани и ему нравится это. Он уже отправился к Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани также. Она также очень сильна, как Тарас Кришна. И Раманандарай, он описывает славу красоты Срии Кришны читания. И ищет Кришна читания Махабрабху. Он наслаждается. Кришна наслаждается изнутри читания Махабрабху. В это время. Кришна наслаждается, слушая эту славу Шримати Радхарани, которую произносит Вишакасаки. Позвольте Кришне насладиться им. В следующий день Раманандарой начнет говорить о Мати, о другом украшении. О другом украшении, которое является Мати, как верность. Это в соответствии с ситуацией значение может меняться. Этого настроения Мати верности. И каково оно? Мы об этом узнаем завтра. Завтра Раманандарай опишет об этом Мате. Сейчас время встретиться с моими друзьями и преданами. Радхе Радхе, янитаи. Арпандаш, Муань Чакраватти, Турши дааш, Сунали дааш, Лақсандаш, Миста Дев, Казир Пришкандаш, янитаи. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok